всем привет дорогие друзья с вами red fox battle brothers и в начале в начале немножко расскажу про ситуацию все к чему как жизнь потому что я уже не знаю сколько не было видосов месяц или больше я уже потерялся честно говоря вот кому это все не интересно сразу мотайте минут на 5 а может наверное даже 10 вперед там начнем играть что музыка громковато нет наверно у меня в наушниках у вас должно быть нормально и так как дела у меня и что происходит никого конспекта сильно не написал поэтому из головы во-первых учеба как некоторые знают меня вот курс повышения квалификации так сказать но это не совсем так просто правительство москвы вроде как дотации выделили некоторым компаниям что можно обучить сотрудников чему-нибудь я изъявил желание подучиться может быть современному в программированию потому что я немножко устарел морально даже немножко сильно с 2000 грубо говоря 12 года вот как дела с учебой дела с учебой все плохо сегодня воскресенье у нас 15 ноября среду 18 у меня вроде как защита проектной работы проектной работы у меня нет вообще если вкратце это не говоря о том что этом с десяток домашек должен вот если вкратце очень вкратце то я как-то был не готов к тому что это требует столько времени и столько внимания как как уже взрослый человек с этим проблемы есть так что вот те кто сейчас школьники студенты я бы рекомендовал на учебу не забивать все таки хотя сам все время забивал изрядно потому что в будущем в будущем вы если вы думаете что вы потом там что-то доучить и спокойно вместите работу с учебой там еще что-то нихрена ничего у вас не получится скорее всего вот банально лень банально лень к ты уже взрослый состоявшийся человек отдавать столько времени на учебу к ты студент когда у тебя целые дни пустые это намного проще ну и мозг ваш со временем все медленнее учится наверное хотя я вроде не замечал особо но кто по себе заметит и так короче с учебой жопа если вкратце что делать пока не понятно буду как-то договариваться о чем-то но в принципе самые большие санкции которые мне могут грозить это оплатить не пройденный курс за свой счет и причем если бы я сам пошел на эти курсы за свой счет они стоили что-то типа 37 тысяч рублей потому что и по скидочке и по скидочке для частных лиц а конторе он стоил 60 так что в самом неприятном случае я из своих карманов 60 тысяч рублей даю вот неприятно не знаю другие новости наверное с учебой этом закончим другие новости мы продали машину и вы не поверите мы влезли в ипотеку в москве до нас теперь ипотека в москве неподалеку от нас строится жилой комплекс у него в свое время были проблемки я не буду пока наверно конкретизировать что какое почем это я думаю все лишнее но сейчас вроде бы у него все хорошо деньги они нашли строительство идет дома уже построены вроде как к новому году сдача корпусов а полная передача ключей в сентябре следующего года вроде как если все норм квартира это не квартира это апартаменты как сейчас очень много где зато неплохо расположены недалеко от того места где мы сейчас живем нам очень нравится район на севере москвы вот относительно недалеко от центра как относительно москвы так ты конечно и близко но метро рядом это большой плюс вот так что что теперь точно надо открывать ссылочки на донат и заводить себе какую-то карту для донатов да как вы думаете теперь уже я не такой свободный теперь по полной программе потому что во-первых ежемесячно платится ипотека но с декабря начнется ноября она пока была пробный так сказать кроме этого нам надо отдать долг родным которых мы немножко заняли потому что нам немножко не хватало и надо накопить на ремонт потому что квартира сдается отдается полностью варианте бетонные стены и все полностью надо делать стены вообще внутри даже стены сделать почему прикинули 1700 где-то миллион такой ремонтик стоит но даже при этом это предложение оказалось выгоднее покупки вторичного жилья в домах 70-х годов постройки в нашем районе вот и по квартиры в которой мы сейчас живем 70 год домик панельный тут квартира стоит дороже чем в новостройке но видимо из-за статуса апартаментов у нас существенно дороже она больше 8 лямов 9 10 ну ладно не будем о ценах это это для не москвичей вообще не актуально я год назад когда жил в нижнем для меня это были какие-то космические цены и я в принципе нет не понимаю сколько это стоит а теперь вроде как окунулся и что-то про это знаю но мозг сегодня воспринимает такие цены пока адекватно вот так что даже не знаю что ссылочки надо надо вот это все как у всех переводите денежку на ремонт собираем там все дела не знаю может быть но пока я думаю это не актуально потому что мы посчитали моей зарплаты хватает на две квартиры он ипотеку на съем на продукты на развлекухи а полностью зарплата жены идет значит на ремонт и погашение долгов вот это отняло какое-то количество сил и времени и нервов так что в общем я был занят извиняйте а что дальше что дальше вроде бы вроде бы у меня довольно много зрителей еще осталось который со мной давно они помнят я учу немецкий язык мы собрались давно уже уже года три назад до переезжать или два в германию у нас есть такая возможность за моего происхождения этнического вот как дела в этом деле летом мы отправили полный пакет документов в германию через четыре по моему месяца в октябре в середине пришло пришла бумажка о том что наши документа нет в общем их отправили летом середине июля через пару месяцев пришла бумажка о том что их приняли нет через месяц по моему это не суть важно через вот в середине октября пришла бумажка что нашему делу присвоили номера значит им будут заниматься после этого где-то по моим прикидкам раньше по крайней мере до короны ходила месяца 46 и приходила бумажка то можно все бросать в россии выезжать в германию но это я своими словами грубо для тех кто не в теме а многие не в теме потому что это очень малого количества людей касается вот но из-за того что мы решили сделать себе запасной аэродром в россии влезли вот эту ипотеку именно для этого мы это все откладываем как минимум на год так что сидим здесь не дергаемся вот учим немецкий все вроде бы если что-то еще я забыл наверное спрашивайте в комментариях как обычно я же всем отвечаю давайте вернемся к игре как раз 10 минут прошло хватит болтать выследить бандитов у нас еды нифига нет я не играл вообще на компе уже наверное вот все с последнего видоса пока времени прошло не знаю месяц я реально немножко отвык у меня сейчас немножко медленно голова работают поэтому наша первая и главная задача это вообще это не слиться бы вообще будет неприятно так завершить прохождение потому что ну долго когда чем-то не занимаешься отвыкаешь и вот я смотрю куда куда-то полезли что это горы так а дешевая еда расстроили блин пил еды она только дешевая мои гладиаторы расстроились блин ну ладно теперь это уж ничего не сделать догоним бандитов вернемся за нормальной так все переключаюсь новостей на игру постараюсь стойте гады не за вас всего 1000 монет платят мы за вами сколько дней будем бегать куда вы поплыли отдай сало так догнали днем нормально так у меня все живы-здоров ты даже не посмотрел нормально вроде так 9 на 9 типа честный бой у них лучники они не хотят идти вперед если я за арбалета кого-нибудь приложу ну вот вот почти прямой прострел на арбалетчик 33 арбалета железных это неприятно я бы даже сказал опасно а минут есть у меня есть тут у танка точная ротация и так вышел они сейчас ходят они часу сюда залезут если пойдут а он пошел так спровоцировали на атаку уже неплохо для ротации нету хакана есть на твое место бы он как раз встал до ротировался ты тогда сюда так 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 тебе по голове адреналин топор рак и тебе по голове так давай сразу топор достанем так что-то еще помню не все совсем плохо так я думаю надо эрику бежать принимать арбалеты на себя иначе иначе может быть больно так с хакана идет как бы нам васю не застрелили тянь так близко не должны пойти как раз отпугиваем их так и можно тебя еще и глушануть плохо лучше было бить парни со щитом это не то что нравится и зиру можно попробовать два раза проскочить и два раза ударить нет один раз три же на удар один раз ударить это ни о чем арбалетчику подъехать арбалета можно еще и получить как бы у нас 59 хп хоть и ним был ладно пошли к этому парню вот кто должен они должны испугаться парня нашего эрика и пойти наверное ниже или вот сюда непонятно пока отсюда мы их с рапирой должны достать значит не пойдут наверх так пошли в атаку наверно 40 бузой своей мимо ах ты гад попал и ты попал а каспар уже левелап надо было выдать и многие кстати написали что дамаг дамагом но да но куда он без колосса со своим нимбом 57 хп при том что у него нет защиты у эзира то есть защита у эрик у каспара защиты почти нет так что реально надо было колосса дича сейчас сдохнет от того что я не взял колосса из-за своих долгих рассказов это будет это будет печально в принципе вы тут все трупы надо бы вперед фире вести проблему в том что его расстрелять могут поэтому не очень хочется но за спиной эзира может и ничего если бы ты его убил было бы вообще хорошо но видимо нет еще и ты не попал стопора плохо тут точно адреналин что тут делать вот поэтому мы не любим почему-то щиты с нашим процентом попадания парней без щитов мы уничтожаем парни со щитами берут на щит урон то есть как бы у нас 70 плюс три удара из них два в щит как будто процента наоборот считаются так отсюда я не допрыгиваю я допрыгиваю вот отсюда я могу прыгнуть сюда но это мои ходы и закончится видите для чего я хотел брать ножки вот сейчас отличный момент для ножек я хожу сюда ножками хожу сюда из прыжка иду вот сюда и два арбалетчика уже ничего не делают вот для этого у меня были ножки а не для отступления в планах но я заболтался и в итоге не взял ничего и уже побитым каспаром идти напрямую наводку наверное блин а в окружении троих идти каспаром это тоже как бы смерть здесь оставаться смерть потому что ему снесли треть хп еще один-два попадания и ему его кританут а с травмой он получит больше урона полный он может и отъехать эрик ходит поздно все остальные уже сходят вставать здесь стоять под тремя арбалетами без прикрытия только если вот этот подойдет нас побить это кстати был бы неплохой вариант он нас закроет спиной своей или сюда и прыжка сюда тут они нас закроют спиной от арбалетов но он окажется в окружении троих рейдеров без щита ой без щита без без защиты нормальной давайте сюда и понадеемся что вот этот парень с цепом шагнет один раз ударит и не слишком больно и закроет меня от арбалетов он ходит раньше чем арбалетчики так ну хотя бы этот не бьет он наверное поменяется с ним местами из-за того что он побежал блин и не закроет меня ни от кого в итоге так мне бы по арбалетчиком пальнуть если я подойду сюда я могу выстрелить вопрос куда я могу выстрелить через клетку если я буду здесь стоять я как раз накрываю нет только вот этого не накрываю а если отсюда вот этих двоих могу накрыть и вот этого но у антона нет мили дефа как такового 66 хп он здесь может получить два удара извиняюсь что так медленно ребята но я реально я не играл больше месяца я немножко это туго соображаю сейчас надо перестроиться а и вывод я забыл какой вывод из всех моих длинных рассказов про текущие дела ну вот еще как минимум неделю я решаю дела с учебой а там будет видно когда мы возобновим наши серии полноценно я вот не уверен куда я смогу отсюда выстрелить он стреляет через клетку вот сюда или вот сюда куда пойдет веер наверно вот сюда она теперь рискнем тут эрик если что поменяется местами а я почему-то думал что у нас уже есть увел я для чего хотел по ним пальнуть то чтобы их чтобы им дебаф повесить а у меня его нет вот это номер а у тебя тоже нет нет я почему-то думал что мы до него уже доросли и думаю сейчас мы их массово будем дебафать вот это поворот не в того так вот этот ох отлично отлично он сделал что надо неприятно что он попал ну ладно этой мелочи только теперь антон несколько некоторых проблемах а они в эрика стреляют и этот их прикрываю но вообще отлично вот сюда отлично заходит эрик фу фу я как бы и переживаю потому что я не играл тысячу лет и могу сейчас зафейлить у тебя же нет дуэлиста еще да надо все проверять вспоминать нет у него еще ты рядом дуэлиста он не пробьет даже банданку скорее всего вот того можно нахлыстать или у этого оружия отобрать но он следующий ход ты не переживет и так ладно эрик отлично зашел так а у меня точно там супер крутые бойцы или это не точная информация почему мы их так слабо бьем а здорово ты издеваешься каспар его наверное не убьет двух ударов если в голову не саданет если саданет то убьет вот этого кто убивает арбалетчик мой ну или вася а че он такое у него легкие пробиты он устал он арбалет даже не зарядит такой выносливостью и теперь из-за того что он убежал эти этот щитовик никого не может вытащить другого из контакта в принципе все ясно отрезаем да отлично слушайте шикарно добил это каспаро это могил от 2 по 88 вот это добил о так даже в своего не попадаем надо хотел бы этого дострелить ну ладно куда он бежит с такими легкими о он бы сейчас бил теперь не бьет и этому прилетело насколько вот это ему первому да на 39 в броню на 7 в баде да а вот этому на 55 минус броня и на 29 в баде подожжу обожженная нога новая травмочка интересно че делает плохо что здесь нельзя узнать что делают травму пока ты сам их не получишь ну или идти на википедию там читать вот это все что нам делать лениво всегда так ну все тут все легко в принципе как и должно было быть это такой хороший разминочный бой чтобы я не слил сразу нашу пати а я могу немножко опыта нашему вася а то он медленно качается вот если этой штукой попадут по броне будет неприятный ремонт дорогой поэтому не хотелось бы так ну с мастерством можно смотрите заряжаться и стрелять но при этом стоять на месте даже шажочка сделать нельзя в принципе вот отсюда если пальнуть ну в эрика попадаем и по всем этим подожди а если сюда вот этого можно пальнуть не попал на вторую такую штуку купить идти срочно на юга и купить себе еще один так вот к спору прилетел два раза из арбалетов и один раз цепа 33 хп но это как бы больше половины еще ну наверно без колосса он все таки вряд ли долго протянет надо надо подстраховаться наконец-то да бы конечно но этот парень будет попадать сверху по миру да 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 язир вспомнил что он убит эрик любимец публики странно что он бил хакана хотя у амира там что-то под 40 уже защиты жена качалась на не странно эрик ядрить и чё делаешь тебя жертвы убегают догоняй молодец так еще хусана лап так возвращаясь каспару нашему многие многие писали где-то процентов 80 писали в дамаг все в дамаг ему бы он нарезал и уничтожал но вот вот это конечно только два три человека написала что колосс колосс забыли ему колосс взять и я соглашусь но без защиты реально куда он вот сорок шесть миллидф у изира без колосса но более менее вот кстати показательно в мыши мы вышли из простого боя из очень простого боя и наизире не царапины каспара минус броня минус пол хп при том что он нимблист так что да давайте колосс точно легкие потому что без легких у него и даджа никакого нет когда он устал наверное один из перков в урон либо берсерк либо келлинг френзи я не знаю еще что вы предпочесть и я бы все-таки ножки взял чтобы вот в такой ситуации как сейчас было в бою у него была возможность ворваться реально в задний ряд так хусан но тут чё брать-то все тоже конечно такое но у нас экспериментальный билд вообще был насколько я помню за этих наших гладиаторов мы я вообще не собирался долго жить просто попробовать насколько это жизнеспособно но вот мы пока живем восемьдесят девятый день так сдаем квест это шлепаем в хаким аль рамаль хочу еще одну бум палку и отношения с ними у нас священная война а мы до сих пор в эре френдли да не союзники я хочу в войне поучаствовать так еды дорогой надо купить дорогая еда очень дорого стоит меда им взять другой стране один раз уже расстроились через сколько дней они еще раз расстроятся ну ладно деньги есть еще им сто шестьдесят монет на мед зарол берите не зря я отсортировал так к тому что надо было всего продать хлам поднятый а потом уже сортировать так пока все еда есть деньги есть инструменты есть за креста тут в джерсталь джерсталь это на севере на суке помню да да с одной стороны это выгодный квест потому что тут рядом большой город где товары и задания но мы хотим на юг нам надо на юг пошли сюда может тут еще разведать что-нибудь хоть немножко заодно разведаем эту большую область отсюда разбойники на дорогу регулярно лезут надо может найдем логово может зачистим что нибудь все все горами что ли давайте глянем с горы вдаль что такое арак а я уже на горе пошли зайдем через такое это тоже куть священное место наверное люди всех религий приходят к оракулу ничего но это видимо для священной войны кстати как раз блин ночь ночь я бы залез на эту гору чтобы посмотреть но наверное мы просто пойдем ждать пока ночь кончится долго пошли в город там разберемся на арену может сходим с одной стороны мы живы-здоровы с другой стороны а че тут горит вас фигачит что ли руины них фигачит кто-то северяне зарыжены подождите к купил ружье проверяйте вилку он можно купить чё по заданиям караван в дохап крон дохап это неплохо у нас на арене когда что-то про алхимика это почти всегда эти на часы гна слышу ну да а сколько их тут вроде пишут сколько их должно быть прежде чем я соглашусь подождите мне дадут часть гладиаторского доспеха в награду значит их много три мэн ну ладно пошли вот здесь пишут семеро но по-моему и там в тексте должно быть написано до 1000 монет и гладиаторская часть гладиаторского доспеха 7 7 на часу 7 на часу вопрос вопрос а сколько из них сколько из них третьего уровня давай ка вот так сразу 56 я урон сравнивали 43 81 43 81 выглядит уверенно особенно если в голову даст поэтому это надо что все таки наверное топовая комба с другой стороны т2 гулик наверное можно и с кемитаром просто порезать травму понавешать нужна ли на гуликах комба голову вот это вот с т3 гуликой точно надо а вот с обычной может и не надо ладно переложу если что в бою тебе щит сразу достаем тебе ничего не надо вроде нет ну пошли попробуем одна т3 гуля надо как-то ее поймать на хакана чтобы он держал ее в стане в это время парни зарежут мелких вопрос как это сделать да чутка отойдем скомпоноваться нет вперед может хакана выставить давай как-то так у хакана если что ротация есть проблема в том что гулят сзади идет 3 тут там можно стать их стенки прижаться это на нас не окружат слез так как стенки сколько их сможет подойти раз два три четыре пять шесть по-моему я не Считал. А где тут сетку-то? Нет, сетку-то вроде просто так нельзя включить. Раз, два, три, четыре, да, шесть, а их семь. Ну тогда на труп, на первый, побежит седьмая. Ну, кстати, седьмая будет. Седьмой будет явно вот эта Т3, она последняя ходит. И если кому бы она не подошла, Хакан через ротацию может махнуться местами и дать стана. Слушайте, идея интересная. Особенно если вот так пониже, наверное, спуститься, чтобы ближе к ней было. Давайте-ка попробуем. Не знаю, что из этого выйдет. Сетку надо было, надо было сетки купить, точно. Мы бы сейчас на нее кинули, пока она там вылазит. Мы бы подрезали этих ребят. Блин, стал бы на клетку ближе, можно было бы подойти и стан вписать без разговоров особо. Все еще можно как-то так встать, например. Я не знаю, сколько ходов у нее занимает сожрать бойца. Вот в чем проблемка. Вот хватит ей на три хода подойти и сожрать. По идее, не должно. Но то по идее. Дрецы решили подождать всей толпой. Я тоже могу подождать, но тогда не будет ходить как раз таки Езир, наш нарезатель. А вообще я могу и отойти. Эти ребята уже сходили и ход потратили. Если я чуть-чуть отойду, эта гуля может оказаться и в зоне досягаемости. По идее, вот здесь меня еще никто не достает, кроме нее. Хотя, подожди, она же на войте. Она подойдет сейчас, а на следующий ход будет раньше моих тяжей ходить. Вот и привет. Вот и приплыли тогда. Их только Езир и пугает. Зря я сеток не взял. Вот что зря. Немножко их по зоне либо. А если я прям в угол встану? А давайте вот так. Я, кстати, устаю. Ё-моё, я наполовину уже устал бегая по этим пескам. Сейчас неплохой момент, чтобы напасть. Но они-то ходят раньше. Сейчас они нападут. Отлично. Ой, ну слушайте, так это же вообще отлично. Ну-ка в голову. В голову, но надо было попасть. Адреналины у меня нет выносливости бить. Мне кажется, под такую технику цепа и топора надо было все-таки обе специализации брать. А что у него тогда лишнее? Что у него лишнее? Гифтед? Да, слушайте, получается гифтед лишний. Было бы намного мощнее, если бы он не столько выносливости тратил на этот удар топором. Давай подождем. Если стан пройдет, можно и без адреналина. Стан прошел. Можно без адреналина. В принципе, езир мог бы застаненную вообще вырезать уверенно. Но она и так не должна особо жить. Надо вот этих резать. Так, ну держись без адреналина. Можно, по идее, два стана тут раздать. Этой и этому. Из-за станенного резать. Или просто его зарезать к черту. Опа. Как они все в тот угол жмутся. Это нам на руку. Может и нет. Асан что-то пропускает удар это. С каким шансом они попадают, я извиняюсь? 23. Ммм, понятно. Тогда понятно. 99 дэмэджа. И выносливости на удар нет. Не то достал, надо было скемитар брать. Вообще промазал. Так, может быть стан и ротация? С. Звучит как план. Так, ну проблемка здесь. Тут все норм. Хотя Т3 надо бы, наверное... Подожди, подожди Т3 резать. Вот этот не ВКонтакте, а тут труп. Либо вставать на труп, либо Хакану помогать. Потому что он без выносливости. И этот без выносливости. Все без выносливости. Надо этого быстро резать и этого начинать. Иначе мы можем и не справиться. так, мы начали хоть промахиваться. По щитовику. Уже что-то. Так, давай-ка, давай-ка вот этот достанем. Ну вот мы не можем уже застанеть. Но можем два Уви Велма. шикардос. Сейчас они полезут на труп. Вот этот так точно. Если Хакан промажет, будет не очень приятно. Но Хакан-то у нас меткий. Смотри, не попробовал. Пробует сожрать. Не пробует на труп залезть. Даже этот не полез. Странно. Потому что Хакану просто щит поднять. Да и все. Он тут неплохо танкует. Прям подышал. Он может застан, например, выписать под увеличенный урон Езиру. Хотя в Езиру выносливость кончилась почти. Как Ски Митар режет-то хорошо. Ну-ка под сердце его. Ох. Ох. Тоже неплохо. И щит поднял. Слушай, я вообще хорошо сыграл. Все. Нормально. Не слились и хорошо. Пробраня-то кончается. Врезать. Ломать ему что-нибудь. Или подышать. Ну и подышим. Ну да ты машешь своими культяпками-то. Все. Сожрали мы их. Ну, скажем так. Если бы я где-то ошибся, а я мог это сделать из-за того, что давно не играл, могли быть и потери. Вполне себе. Еще один шлем. Да сколько этих шлемов? У меня вот броник бы тяжелый. Зачем мне эти шлемы? Кстати, а тебе шлем не пометли? У тебя 8, 8, 16, 41. Может, и такой шлем дать? 20 брони, но плюс 1 не был. Да нет. Так некрасиво. Так более-менее. Так. Купить-то нечего. 230. Инструменты недорого, несмотря на то, что у них тут рейд. Можно купить немножко. Ладно, давайте поедем в караван. И будем смотреть. Может, уже будем заканчивать. Так. Крестоносцы с севера захватили упавшую звезду. Так, это разожжет религиозное все. Вот это вот. Смотрите, свой флаг поставили зеленое. Так, что такое? Мы проходили через группу кочевников войска визиря между ими и другой группы, выглядящей как лейтенанты визирских сил спрашивают вас. Это не это вас не касается, что ли? У меня с разговорным очень плохо английским. Ну, я немецкий учу, английский я даже в школе не учил, так что не это. Не серчай. Кто такие кроулинги? Это имя? Что это? Индепте. Так, номады объясняют мне женщина, ну, это рабыня, короче. Кроулинг это я, я так понимаю. Наемник, видимо. Короче, женщины сбежали, насколько я понял, к номадам из гарема, да? А силы визири пришли раздавать люлей номадам за это. А мне, говорят, не вмешиваются или мы все умрем. Женщины, так, женщины Белонг принадлежат, что ли, визирю? Женщины свободны, идти куда хотят, но сейчас, в средневековье, да, прям. Или вот это, что ли, не вмешиваться? я вот не знаю, Белонг слово, но предположим, что они принадлежат визирю. Все, отвалитесь, что-то, я собирался заканчивать, что это за сложный тут выбор, вы еще диалоги много, они там зафигачили. Кстати, у нас амбиции на торговлю, а мы что-то не торгуем. Так, дохаб, это ближний, да, ближний город. Так, у вас, ребята, я знаю, бывают краски недорого, но не в этот раз. Винишко недорогое, кстати. Возьмем. Торговлю его не зачтут, да, потому что он не трейдинг гудз. Даже никто не напал. Мы сейчас может подеремся, чуть подлиннейшая серия будет из-за того, что я их выпускаю уже раз в черт знает сколько времени. Ну ладно, доехали, так доехали. Давайте посмотрим, что тут есть. Посмотрим, у них тут праздник. Все дела. Ну это наш, наш шанс. 8 монеток заработать на винишке, даже не знаю. Наверное, мы лучше его оставим. Да, мед через 7 дней испортится, а винишко через 13. Или, кстати, надо взять. я что-то так посмотрел, милитарий пик, хотя эффективность у него что-то такая себе. с другой стороны, сейчас, глядишь, все-таки начнем северных рыцарей валить. Может и пригодится. у него у всех кинжалы есть. Да, кроме хусана. А я людей даже не посмотрел, да, в прошлом городе. Опаньки. Ассасин за 4,5. Ильдеберт. Но дизоуны такие себе, да? Еще ассасина купить? Еще одного. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем ассасин. Йофф! остматик звезды во всю защиту и стрелковая от 8 мили скилл черный робо ассасинов хорошая кольчушка прятана плетена ткань буду 120 на 9 а это 40 просто и флешка короче за четыре с половиной тысячи мы купили набор ассасина и флеш как броню флешку это в принципе нам не надо даггер ну такое не ну хп мало выносливости мало и еще и астматик с малой выносливостью астматик ну куда его 20 инициативы конечно неплохо нашли такое как он золото 26 в день хочет на стрелки прокачаны меньше хотят но один больше один меньше предположим он будет лутать плюс с тремя звездами соком будет лутать дальнего боя плюс 4 по моему и без звезд приходит время от времени а у него всегда будет плюс 4 или плюс 5 иногда плюс 440 за 10 лвлов 75 стрельбы а если надо плюс 5 ну 80 80 стрельбы его прям потолок максимальный как-то маловато дочь хорошей вот он пока раздеты у него дочь хорошей а так ну тоже неплохо так давайте мы все равно заканчиваем давайте ребята вы мне в комментариях напишите что нам делать с этим ассасином я бы наверное выгнал его а вот эта вот штука вот эта штука по моему за одну единицу веса мы получаем плюс 20 брони пусть это выглядит вообще как топовая броня для нимбов и может быть вот теперь ему шлемик полегче одна единица веса лишняя как бы на 146 инициативы если бы я ему взял стальную башку можно было вот такие тряпочки ему дать на башку 150 инициативы было бы стальная башка для нимбов звучит как очень хорошая идея так ну как аспара дай нормальный шлем это вот голубое сам носи кроваво-красного за неплохо и флешка еще кому-нибудь кому-нибудь я лучше дымовуха ну как все есть так а почем мы даггер обратно продадим 169 маловато а чё вообще с ценами на чем я тут смотрел то забыл так надо закупиться всем товаром наверное я все посмотрю я ружье хотел купить а тут есть temple weapon алхимик 3 тысячи 3 тысячи ну давайте возьмем давайте возьмем вот мастерство есть уже 7 с половиной тысяч денег чё тут у нас выселить бандитов за тысячу и караван куда-то в эльхадет в эльхадет наист это в следующий город за хорошие деньги но через северные земли я не знаю они на нас будут нападать не будут вообще поедет не должны мы еще не попортили с ними отношения как раз слушайте закупиться всяким отвезти но тут вот это всякое можно продать только в северных городах хорошо типа вот кельпштадт гельпфест так ну надо не забыть но вообще выглядит так план берем выселяем бандитов закупаемся закупаемся всем по максимуму в городе правда не знаю пока мы уходим выселять бандитов тут может пройти уже местный праздник и ухудшить а он не улучшает цену то похоже да ну тогда мы это еды много и ладно из-за того что праздник цены то обычные ну тогда точно бьем бандитов улучшаем отношения нам немножко еще скидывают цены закупаемся вот специями точно остальным посмотрим и едем с караваном да но когда будет следующая серия не знаю не меньше чем через неделю ребята пока реалии такие я вроде все рассказал что хотел напишите в комментариях что вы еще хотели бы узнать если какие то вопросы есть амм и главное напишите что нам делать с этим ассасином астматиком я бы выгнул но четыре с половиной тысячи жалко с другой стороны хорошая бронька за четыре с половиной тысячи получается для нимбла надо к ним присматриваться к этим ассасином повнимательнее может быть четыре с половиной за топовую нимбла бронь не уникальную и неплохо хотя тоже дороговато на нее кстати можно повесить костяные наверное пластинки или или на гиен вроде как надо поохотиться с них топовые штуки гиены со змеями вроде как насколько я помню что там такое писали топовые для нимблов наплечники ладно посмотрим спасибо что смотрели в любом случае выкладываю это все прямо сейчас воскресенье всем удачи всем пока спасибо 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 Продолжение следует...